Здравствуйте, меня зовут Елена Тимофеева, я президент фонда «Безопасный дом», и мы представляем проект, который называется «Шарм Аларм». И социальная проблема, которую мы решаем, это проблема торгов людьми. И в рамках этой проблемы мы повышаем осведомленность в обществе о проблеме торгов людьми. Мы говорим о том, что есть проблемы с идентификацией пострадавших от торгов людьми, и также существует недостаток информации об организациях, которые могут оказать помощь. Поэтому мы придумали для девочек-подростков, потому что это такая большая группа риска, связанная с общением в интернете, мы придумали интерактивные тесты. Ответы на эти тесты помогут определить группу риска, в которую они входят, и также, чтобы они могли получить помощь и доступ организациям. Предоставляем контакты организаций. Целевая аудитория – это типичная девочка-подросток от 12 лет, активный пользователь интернета, где она в социальных сетях может с кем-то познакомиться, или у нее есть какие-то мечты о работе своей мечты, и она активно общается и может быть в группе риска. Мы будем мерить свое влияние с помощью статистики посещения веб-сайта и количество перенаправлений, которые произошли с этого веб-сайта. Мы используем веб-сайт, который называется charmalarm.ru, он уже существует, и в нем существует два теста. Теста про отношения с бойфрендом и тест по поводу работы мечты. И также мы будем использовать активно социальные сети, где могут находиться подростки – это ВКонтакте и Facebook. Для реализации этого проекта требуются человеческие ресурсы – это волонтеры, и также денежные ресурсы на проведение фокус-групп, также на консультации юристов. И мы планируем существующий веб-сайт переделать с точки зрения дизайна, чтобы он был более дружелюбным для девочек-подростков, более привлекательным. По поводу финансовой устойчивости мы планируем поддержание этого веб-сайта с помощью пожертвований фонда. Также у нас есть социально-предпринимательский проект, который позволит поддерживать перенаправленных пострадавших от торговли людьми с помощью… Мы им предоставляем получение финансовой возможности, трудоустройства, и 50% от производства, которое мы уже имеем в фонде более 6 лет, будет направляться на реализацию дальнейших проектов, на улучшение проектов и на оказание помощи пострадавшим. Что было сделано за хакатон? Ну, во-первых, было создание… Мы создали два дополнительных теста по поводу домашнего насилия и по поводу буллинга. Мы обговорили возможности сотрудничества при направлении с организациями, которые здесь присутствуют, и привлекли IT-специалистов. Вчера, к сожалению, он сегодня не пришел, но мы поняли, как физически это можно сделать, существить. Также мы провели такие мини-фокус-группы. Специалистами обсудили валидность теста. Спасибо. Ваши вопросы? Да. Да. Я немножко сказала. То есть, каким образом тест повлияет на то, что потенциально не будет похищен жертвой? Да. Ну, спасибо за вопрос. Вообще, торговля людьми, она такая очень большая проблема. То есть, мы занимаемся пострадавшими, которые вовлекали в сексуальную эксплуатацию. Это не обязательно похищение. То есть, чаще, допустим, девушкам предлагают работу, например, няней, или там у нас были разные случаи, моделью, еще кем-то, и в итоге… Или вот просто у нас был такой случай, когда девушка знакомится в интернете, у них с парнем начинаются отношения, они два месяца вместе прожили, потом они едут в отпуск в Турцию, он ее продал в бордель. Она там провела два года. Вот. Тесты позволяют завлечь девочек-подростков от 12 лет, и по прохождению его они получают информацию вообще о торговле людьми. Потому что торговля людьми, если ты вот напрямую скажешь девочке-подростку, вот это опасно, скорее всего, это вызовет негативную реакцию. Но если он будет такой дружелюбный и подаваться под таким дружелюбным контентом, да, то это поможет все равно повысить осведомленность этой девочки, чтобы она могла оценить риски, уже по-другому смотрела на свою ситуацию, на ситуацию со своими друзьями, и чтобы они могли получить помощь. Спасибо.